Ассаляму алейкум ва рахматуллах, мои братья и сёстры. Несколько дней назад я получил имейл от брата, в котором он говорит, что его сестра заболела, заразилась коронавирусом, COVID-19, и она уже умерла несколько дней назад. Пусть Аллах дарует ей дженнатульфирдаус, пусть Аллах дарует ей высокий и благородный статус и облегчит эту потерю её семье. Тема, которую он затронул, то, что она присутствовала онлайн, особенно в ТикТоке. Там она выкладывала себя, делая глупые вещи, как и делают обычные подростки. Она выкладывала и постыдные дела тоже. И сейчас, когда она умерла, они чувствуют, что ей бы не понравилось оставить за собой такой след. Ей бы не хотелось оставить за собой эти постыдные видео, чтобы это было тем, как её будут вспоминать. Её родные пытались это удалить, но, к сожалению, они не смогли. Они говорят, что связались с кем-то в ТикТоке, с кем-то в компании, чтобы он помог удалить им это, но, к сожалению, безуспешно. Итак, ту вещь, на которую я хочу указать, проста. Мои братья, мои сёстры, любимые дети. Когда мы пользуемся социальными сетями, пользуйтесь ими таким образом, что если вы умрёте по какой-то причине, чтобы вас никак не мог опозорить тот контент, который вы выкладываете. Иногда люди совершают глупые вещи, чтобы просто получить подписчиков. Иногда люди занимаются вещами, за которые потом очень стыдно, что это даже неприемлемо. И всё это для того, чтобы получить внимание людей. Если это обстоит так, спросите себя, будет ли мне стыдно, если эта вещь останется после моей смерти? Ответ, несомненно, направит вас. Как верующие, мы должны делать то, что является благим. Мы должны делать то, что не позорно, если мы умрём. И даже если мы не умрём. Но нам нужно быть намного ответственней, когда мы собираемся пользоваться социальными сетями. Кто же захочет оставить след после себя? След, который не является благим. Итак, мои братья и сёстры, я подумал, что, может быть, это короткое напоминание вдохновит вас быть намного ответственней, когда дело касается социальных сетей. Пусть Аллах, субханаху ата'аля, дарует нам благой урок. Я молюсь за сестру, которая умерла. Я уверен, что Всемогущий со всей своей милостью и добротой, несомненно, посмотрит на неё взглядом милости. Но в то же время мы молимся за её семью. Для них это очень трудные дни. Люди пишут им. Некоторые пишут им плохие сообщения, хотя это совсем не их вина. Это могло случиться с любым. Давайте пользоваться социальными сетями очень ответственно и просить Всемогущего даровать нам смерть, когда он доволен нами. Спасибо за то, что послушали. Джазакум Аллаху Хейран. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи в баракату.